Эта история началась много лет назад, когда два приятеля из Таджикистана жили в соседних домах и знали друг друга с детства. Но пять лет назад решили переехать в Россию, чтобы заработать. Только в погоне за хорошей жизнью пошли по наклонной. Героин граждане Среднеазиатской республики передавали на реализацию двум татарстанцам, мужчине и женщине, которые смешивали наркотики с различными компонентами, а затем, многократно подняв цену, перепродавали многочисленным знакомым. Стоит отметить, что распространители героина сами страдают от наркотической зависимости больше 10 лет. Встречу с потенциальными клиентами злоумышленники, как правило, назначали в многолюдных местах рядом с крупными торговыми центрами. Наркополицейские Татарстана провели целый ряд неожиданных для наркодельцов задержаний, в результате которых была схвачена вся героиновая банда. К слову, спецоперация происходила в момент сделки с покупателями. Таким образом, наркополицейские имели неоспоримые вещественные доказательства о причастности подозреваемых к преступному бизнесу. Во время обысков сотрудники наркоконтроля изъяли готовые к распространению наркотики всего свыше 1000 разовых доз героина. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за распространение крупной партии наркотических средств группы лиц по предварительному сговору. Так, 53-летний наркоделец приговорен к 10 годам лишения свободы. Его напарница к 5,5 годам. Поставщик из Казани к 12 годам, его товарищ, проживающий в Москве, к 10 годам лишения свободы. Добавим также, что 13 октября стартовала республиканская акция «Жизнь без наркотиков». Сотрудники ФСКН напоминают, что в случае, если вы располагаете какими-либо сведениями о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, звоните по номеру телефона доверия в Альметьевске 42-26-94. Елена Марданшина, Альметьевск ТВ